Необычный стилизованный трамвай появился в Красногвардейском районе. Не только стоять в пробках, но и просто без дорожных коллапсов следовать до своей остановки станет делом полезным. Трамвай назвали литературно-историческим и в свой первый рейс он вышел по маршруту 23. Выбрали трамвай не случайно, потому что это общественный транспорт, которым пользуются все жители нашего района. В районе всего две станции метро и собственно трамвай является основным средством передвижения в районе. И поэтому именно он был выбран. И вот так сложилось, что мы работали с начала 2017 года, разрабатывали экскурсионный маршрут, продумывали о том, о чем будем рассказывать, собственно, жителям в трамвае. И вот создали проект. История в движении – совместный проект администрации и централизованной библиотечной системы Красногвардейского района, а также гор электротранса. Внутри вагона размещены аннотации самых читаемых книг десятилетия, анонсы культурных мероприятий района и аудиоэкскурсия по маршруту следования. В любой день, когда трамвай номер 23 ходит по маршруту, любой пассажир может в него сесть, проехаться по маршруту в Красногвардейском районе. 13 остановок существует, и на каждой установке у нас записан свой аудиоролик, который можно с помощью специальности QR-кода, в этом еще в салоне трамвая, скачать себе на смартфон и прослушать. Допустим, вы зашли на остановки Красногвардейской площади, и вам нужно проехать 4 остановки. Вы можете скачать конкретные 4 остановки, прослушать и узнать, что это новое в основе района. Например, почему Новочеркасский проспект так называется, что раньше было на месте Красногвардейской площади, почему, как связаны казармы Новочеркасского полка с именем района. Гид рассказывает о происхождении названий улиц и площадей, о назначении исторических зданий, расположенных по пути маршрута. Проект запустили в преддверии открытия обновленной библиотеки «Ржевская». Он посвящен 45-летию Красногвардейского района и столетию Петербургского трамвая. Анастасия Глубнича, Ксения Григорьева, Интернет-целевидение, Город Плюс.